Сотрудники музея-заповедника Херсонес-Таврический показали артефакты, обнаруженные при раскопках в Балаклаве. Находки в крепости Чембала относят к 15 веку. Оксана Колесникова подробнее. Балаклава — то, что осталось от крепости Чембала. Генуэзцы возвели её 600 лет назад. Крепость имела мощные оборонительные сооружения, а ещё это был большой торговый город. За 20 лет раскопок найдено более 10 тысяч различных экспонатов. Сейчас они выставлены на территории Херсонеса-Таврического, но сотрудники музея надеются, что через несколько лет они вернутся в свою крепость. Примерная концепция развития древнего города в Балаклаве уже готова. Возможно, это будут два периода — Генуэзский и более поздний — Османский. Всего планируем мы 11 объектов из крепости включить в консервацию. В том числе не только крепости и башни, но и хотим открыть и подготовить жилой квартал. Мне кажется, это будет интересно, тоже как в Херсонесе, но более поздний период. Другая культура, другие люди — тоже для сравнения архитектуры. Крепость была одной из звеньев в торговой цепи отношений между Генуэ и Китаем. Поэтому в Чембала находят товары из самых разных уголков Евразийского региона. Чаще всего попадаются фрагменты керамической посуды. Времесленники повторяли восточные орнаменты, цвета и изображения. Посуда в 15 веке была очень дорогой. Иногда её расплачивались вместо золота. Мы здесь видим разнообразие сосудов. Простые маленькие чашечки для питья, которые выпускались на самой крепости, потому что найдено даже производство поливной керамики здесь на крепости. В том числе такие красивые декоративные, орнаментированные 15 века, с очень модной раскраской, зелёными и коричневыми тонами. Всё, что было популярно. Бронзовые напёрстки, кольца с монограммами, серебряные пуговицы и один из самых редких экспонатов — золотое кольцо с драконом, который пытается проглотить жемчужину. Отдельный интерес представляют находки военного арсенала. На этом столе 110 пластин бригандины, так назывался корпусный доспех. Предположительно, он состоял из тканевой основы, которой изнутри и крепились сами пластины. Но это всё лишь малая часть находок из восьмой башни. Чем было? Ещё пять тысяч фрагментов. Реставраторам только предстоит разобрать. На некоторых фрагментах до сих пор сохранились следы ткани. Самое сложное — подбирать элементы доспехов. Это словно пазл, только первоначальной картинки образца нет. По толщине, в принципе, они идентичны, что составляет ещё определённую сложность. То есть один фрагмент может подойти к любой пластине. А в пятой башне крепости археологи нашли древний арсенал. Несколько тысяч наконечников арбалетных болтов, 800 наконечников стрел, а ещё каменные ядра. Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко, Севастополь.